Есть в Тверской области предприятия, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона и проводят серьезную общественно-значимую работу. Речь о закрытом акционерном обществе «Калининская», на территории которого регулярно проводятся встречи с ветеранами войны и труда, а также проводятся экскурсии для населения. В эту среду на крупном агропромышленном предприятии состоялся ежегодный пленум Тверской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Среди приглашенных оказалась и наша съемочная группа. Пример закрытого акционерного общества «Калининская» вдохновляет общественные организации приезжать на предприятия снова и снова. Здесь всегда тепло, вкусно и уютно. Для ветеранов войны и труда подобная встреча – возможность пообщаться и узнать, какие происходят изменения в жизни одного из крупнейших производителей молока и молочной продукции в Тверской области. Будучи здесь, в ЗАО «Калининском», мы не можем не посетить фермы. Оксана Фёдоровича Абадкова, его хозяйства, его коллектива, потому что здесь всё время происходят какие-то новации. На ЗАО «Калининской» на протяжении десятилетий ведётся полномасштабная работа с ветеранскими организациями. Представители поколений-победителей всегда остаются в строю и вносят свою лепту в сохранение исторической памяти и в воспитание молодёжи Верхневолжья. Мы с удовольствием это делаем, потому что председатели советов ветеранов безусловно ведут патриотичную работу среди молодёжи, ветеранов, ветеранов труда и действительно вносят уверенность в будущее нашей страны, в будущее нашей молодёжи. Особый интерес у гостей предприятий вызывает посещение полностью автоматизированной фермы, оснащённой современным оборудованием. Благодаря этому все животные получают индивидуально подобранный, сбалансированный корм, что способствует производительности в доении. В итоге получается качественное, экологически чистое, вкусное молоко. Холшинская порода – это самая хорошая порода, молочная. И причём содержание здесь такое хорошее, которому может посоветовать любое хозяйство нашей Тверской области. Да не только Тверской, но и всей России. Я когда чувствую коровый запах, я вспоминаю свою Смоленщину, где я родилась, где я доила корову. У меня мать была дояркой, поэтому для меня ощущение вот имя моей родины. Ну а здесь побывать я всегда в коллективе. У закрытого акционерного общества «Калининская» большие планы на этот год. На пленуме общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Александр Ватков заявил, что на предприятии проектируют новую ферму на 500 голов в посёлке Загородный. В перспективе – жилищное строительство для работников закрытого акционерного общества. Это позволит Тверской области за счёт собственных ресурсов обеспечивать население молочной продукции высокого качества, дать возможность молодёжи быть полезными своей малой родине. Субтитры создавал DimaTorzok